Ваня Сидоров Ваня знал, что есть такая примета Если лягушку раздавить, значит завтра дождь будет А тут лягушонку отдавили лапку И на завтра был не дождь, а дождик И Ваня возился со своим лягушонком Он ему сделал во дворе между корнями большого дерева площадку Чтобы лягушонок никуда не упрыгал Но лягушонок об этом и не помышлял Прыгать он не мог Сидел и дышал часто-часто Наверное, ему было очень больно А Ваня стал ловить мухов Так он называл мух Он был еще маленьким, Ваня Сидоров И не знал, как правильно говорить это слово Но это не мешало ему по-человечески относиться к лягушонку Он знал, что лягушки полезные животные Они ловят вредных мух А вредные мухи, потому что едят разные полезные травы И еще утром садятся на Ваню И будет его раньше времени Поэтому Ваня был против мух и за лягушонка Он ловил мух и клал их возле лягушонка Но при Ване лягушонок есть стеснялся Тогда Ваня отходил от дерева на некоторое время А когда возвращался, мух уже не было То ли лягушонок их съедал, то ли мухи убегали А двигаться лягушонок не мог Тогда Ваня взял лягушонка и пошел к ветеринарному врачу К врачу была очередь Кто был с кошкой, кто с собакой А Ваня с лягушонком Все на него смотрели и улыбались Потому что это странно Пришел к ветеринарному врачу с лягушонком А некоторые люди даже спрашивали Что с его лягушонком? Насморк или воспаление легких? Если насморк, говорили одни То надо сделать лягушонку горчичную в ванну И перед сном попарить лапы А если воспаление легких То надо поставить горчичники И обмотать на ночь шарфом А Ваня на эти шутки очень серьезно отвечал Что у его лягушонка сломана лапка Ну и чем же доктор сможет помочь? Твоему лягушонку спрашивали Ваню И Ваня также серьезно отвечал Доктор наложит лягушонку гипс И нога заживет Все вокруг смеялись и говорили Иди, мальчик, домой Доктор лягушек не лечит А если тебе очень хочется дрессировать лягушек Вон их сколько на болоте Бери здоровую и делай из нее домашнее животное Но Ваня упорно ждал своей очереди И дождался Ветеринарный врач спросил Ваню Что у вас? Лягушонок Ответил Ваня И протянул доктору ладонь с лягушонком Видите, у него ножка сломанная А что же ты хочешь? Спросил врач Я хочу, чтобы вы наложили ему гипс Мальчик Ответил врач Я лягушек не лечу Я лечу кошек, собак, лошадей, коров Есть у тебя корова? Если есть, я ее вылечу Коровы у Вани не было Поэтому на глаза Вани навернулись слезы И Ваня сказал дрогнувшим голосом Что же лягушка не человек? Что же лягушка хуже кошки? Знаете, лягушки, какие полезные? Знаю, сказал доктор Они мух ловят И не только, сказал Ваня Если лягушку положить в молоко Молоко будет вкуснее Так вам для этого лягушка нужна? Спросил доктор Нет, сказал Ваня Нам лягушка ни для чего не нужна Она просто мне нужна Вы должны ее вылечить Потому что ей больно И у Вани из одного глаза покатилась слеза А из другого почему-то никак не скатывалась И Ваня стал моргать левым глазом Чтобы слеза быстрее скатилась И не мешала Ване смотреть А доктору показалось Что Ваня ему подмигивает И доктор почему-то Тоже подмигнул Ване И сказал Ну и молодежь пошла Будто бы рассердился Но лягушонка взял И стал его рассматривать Потом он сказал Гипс мы накладывать не будем А помочь попробуем После этого он помазал лапку какой-то мазью И аккуратно перебинтовал ее Спасибо, сказал Ваня Мы с лягушонком никогда вас не забудем Постой, постой, сказал доктор Мне же вас записать надо Как зовут? Ваня Сидоров, сказал Ваня Это у него такое имя? Нет, у меня Ответил Ваня Лягушонка как зовут? Лягушонка зовут Ваня на секунду задумался А потом сказал Ливерпуль Это слово Ливерпуль Ваня слышал по радио И оно ему очень понравилось А фамилия у него Квакин Ливерпуль Иваныч Квакин Повторил Ваня И пошел А когда Ваня уже уходя Обернулся Доктор почему-то опять ему подмигнул Но Ваня в ответ не стал подмигивать Потому что это невежливо Подмигивать взрослым И он просто сказал Спасибо, доктор Мы с Ливерпулем Очень вам благодарны А дальше Ваня принес Ливерпуля Домой Посадил его под дерево И стал кормить мухами И букашками Кроме того Вечером Ваня принес Ливерпулю травы Чтобы ему Не мерзнуть Ночью А воды Ливерпулю и так хватало Потому что дождик Все продолжался И так каждый день Ваня ухаживал за Ливерпулем Ловил ему мушек Когда не было дождя Поливал водой землю Между корнями И разговаривал С Ливерпулем На разные интересные темы Правда Ливерпуль только слушал Несколько раз Приходила к Ливерпулю Курица с цыплятами Как видно Показывала цыплятам Лягушонка Чтобы они знали Что на свете Бывают не только куры Люди и кошки Но еще и Лягушата Один цыпленок Был очень любознательным И хотел клюнуть Лягушонка Но курица Отогнала Невежливого цыпленка Правда Потом курица Сама склевала Двух мух Пойманных Ваней Ливерпуль Отнесся к этому Спокойно Не жалко Угощайтесь А Ване Это не понравилось Потому что Больному надо Приносить Вкусные вещи А не съедать Его Шкодный запас Ване Нетоварищеский Поступок Курицы Не понравился И он ее Попросил Удалиться А через Несколько дней Лапка У лягушонка Зажила Он прыгал Между корней Дерева Но никуда Не убегал А зачем Ему убегать Мухи у него Были Климат По дереву Ему тоже Нравился Что еще нужно Маленькому Лягушонку Однако Что-то Огорчало Его Часто Он сидел Грустный Уставившись В одну точку Ваня Долго думал Отчего Грустит Ливерпуль А потом Понял Наверняка Ливерпуль Скучает По маме Ваня Взял Лягушонка И вместе С ним Отправился На болото Болото Было Недалеко И они Благополучно До него Добрались На болоте Лягушонок Оживился Стал веселее Ваня Снял С лапки Лягушонка Бинт И посадил Его на землю Ливерпуль Услышал Кваканье И попрыгал В ту сторону Откуда Неслись Эти призывные Звуки Он даже Сам Попытался Поквакать Но у него Пока что Получался И два слышный Писк Ваня Пошел За Ливерпулем Но лягушонок Попрыгав Немножко Устал Тогда Ваня Взял Ливерпуля И понес Его туда Откуда Слышалось Лягушачье Пение Лягушку Он не видел А только Слышал Что она Где-то Близко Он Выпустил Ливерпуля На кочку А сам Сел Рядом На другую Лягушонок Попрыгал Дальше А Ваня Сказал Ему До свидания Ливерпуль А Ливерпуль Даже Не обернулся А только Прыгал И прыгал Ване Тоже Грустно Стало Ему Казалось Что они С Ливерпулем Друзья А друзья Когда расстаются Навсегда Должны Хотя бы Попрощаться А с другой стороны Думал Ваня Может быть У лягушек Все наоборот Может быть Может быть Они с друзьями Не прощаются Они уходят Не оборачиваясь И чем дороже Для них Друг Тем меньше Они позволяют Себе Нежности Так думал Ваня Теряя Из виду Лягушонка Ваня Ваня Наверное Они были Ему Чужими А свою Маму Он найти Не смог Вот он И сидел Одинокий И казалось Ване Голодный Потому что Сам он Поймать Муху Еще не мог И покормить Его Тоже некому А вернуться К Ване Ливерпуле Мешала Лягушачья Гордость Ведь Ваня Попрощался С ним Значит Больше Он Ване Не нужен Вот он И не решался Вернуться Так Подумал За Ливерпуля Ваня И погладил Его по спине А Ливерпуль Вздохнул Глубоко Глубоко И посмотрел На Ваню С благодарностью Конечно Ему страшно Здесь Одному На болоте Холодно Становится А вдруг Еще Волки Появятся Возможно Что волки Лягушкам Не страшны Они Лягушек Не едят Но это Волкам Известно Что они Не едят Лягушек А Ливерпулю Это совсем Неизвестно Кого они едят А кого нет И подумав Так Ваня Взял Лягушонка Скочки И пошел Домой И Ливерпуль Больше Не грустил Вернее Грустил Но реже Он понял Что маму Лягушку Ему не найти А жить Одному Страшно Ливерпуль И поселился Под деревом Прыгал Там себе Сколько Вздумается И ел Мух Пойманных Ваней А Ваня Старался Изо всех сил Он правда Заметил Что некоторые Мухи Запросто Убегают От Ливерпуля Тогда Сколько Ваня 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 Ливерпуль Подпрыгивает Чтобы схватить Муху Он специально Заставлял Лягушонка Подпрыгивать Ваня Хотел Научить Его Самого Охотиться Мало ли что Вдруг Ему Придется Жить Одному Без Вани А он Такой Неприспособленный Иногда Ваня с Ливерпулем ходили на реку купаться Ливерпуль был прирожденный пловец Ване даже не пришлось учить его Ливерпуль плюхался в воду и плыл по лягушачьей Ваня тоже умел плавать, только по лягушачьей Они даже на перегонки иногда плавали И Ваня всегда приходил к финишу первым Лягушонок после этого обижался на Ваню И подолгу с ним не разговаривал А вообще Ваня с Ливерпулем жили дружно и почти не ссорились Больше того, однажды Ваня спас Ливерпуля от гибели Ваня как-то вышел во двор и увидел, как кошка крадется к Ливерпулю И Ливерпуль тоже заметил кошку, страшно испугался и стал убегать Но кошке ничего не стоило догнать Ливерпуля Тогда Ливерпуль пошел на хитрость Он сделал вид, что он умер То есть лег на дороге, поджал лапки и перестал дышать Кошка понюхала Ливерпуля Потом перевернула его на спинку Опять понюхала А он все равно лежит бездыханный Кошке это надоело И она отошла, но хитро наблюдала за Ливерпулем Ливерпуль, радостный от того, что перехитрил кошку Перевернулся на живот и поскакал А кошке только того и надо было Она взметнулась в воздух И неизвестно, чем бы все это окончилось Если бы не подоспел Ваня Он перехватил летящую в прыжке кошку И так кинулась в другую сторону А лягушонок попрыгал к своему дереву Возможно, что кошка хотела просто поиграть с Ливерпулем Но Ваня и Ливерпуль не знали, что там у кошки на уме И очень испугались Иногда Ваня рассказывал Ливерпулю бабушкины сказки И Ливерпулю они очень нравились Он слушал их, закрыв глаза И лишь иногда зевал во весь рот Больше всех сказок нравилась Ливерпулю сказка Про лягушку-путешественницу Эту сказку Ваня знал не очень хорошо И каждый раз придумывал ее сам Иногда даже запутывался в своих сочинениях И поэтому обещал Ливерпулю, что как только научится читать Прочтет эту сказку вслух и с выражением от начала до конца А читать Ваня скоро уже должен был научиться В этом году ему исполнилось 7 лет И он собирался в сентябре пойти в школу Он уже знал все буквы Но пока не умел складывать их в слова Поэтому читать он еще не умел Вот он и ждал с нетерпением Когда наступит 1 сентября Вернее, он ждал, когда за ним в деревню Приедут папа и мама, чтобы отвезти его в город И он очень беспокоился Что папа и мама не согласятся взять в город Ливерпуля И не напрасно Ваня беспокоился Папа и мама приехали, посмотрели на Ливерпуля На то, как он прыгает за мухами Но брать его с собой в город Отказались на отрез Мама даже сказала, что от лягушек у детей появляются цыпки А ну покажи руки, потребовал папа Ваня протянул обе руки Цыпок не было Странно, сказала мама Ну вот, сказал Ваня Раз цыпок нет, значит Ливерпуль поедет с нами Ты что, смеешься, сказал папа Лягушка будет жить у нас в квартире Ты еще болото у нас разведи Ну и что, сказал Ваня Разведем в аквариуме маленькое аккуратное болото Бывают же в аквариуме рыбки А у нас будет лягушка Но мама и папа не соглашались Они сказали, рыбки, пожалуйста Но Ваня на рыбок не соглашался Он сказал маме и папе А вы знаете, что французы лягушек даже едят Пусть французы, ответила мама, едят что угодно А мы лягушек есть не будем Вот и хорошо, сказал Ваня Теперь я могу спокойно везти Ливерпуля в город Раньше я боялся, что вы его съедите А теперь я спокойно Мама и папа засмеялись Но брать с собой Ливерпуля все равно не соглашались Папа сказал Ване Давай лучше так Если ты будешь хорошо учиться Мы тебе подарим щенка Сердце у Вани замерло Щенок Это давнишняя его мечта Какой мальчик от семи до сорока семи лет Не хочет иметь щенка И Ване отказываться от щенка не хотелось Он посмотрел на Ливерпуля А Ливерпуль, который, кажется, все понял Тоже грустно посмотрел на Ваню Ваня положил лягушонка на траву и сказал Ладно, если я буду хорошо учиться Подарите мне щенка Но Ливерпуль все равно поедет с нами Иначе не надо мне щенка И учиться я тогда буду кое-как Буду сидеть по нескольку лет в одном классе И школу закончу перед самой пенсией Поняли? Мама и папа поняли, что Ваня от своего друга не отступится Они подумали, что, может быть, это и хорошо Что Ваня так стоит за своего лягушонка Они подумали, что если он лягушонка не бросит в трудную минуту Может быть, он и их, маму с папой Тоже когда-нибудь в трудную минуту не оставит И бабушка сказала свое детское слово А что, сказала она Лягушонок подрастет И его можно будет класть в молоко А он из молока будет делать сметану И у вас всегда будет свежая сметана Может быть, это последний довод И решил все дело Но, во всяком случае, родители Вани согласились И Ваня с Ливерпулем поехал в город Вез Вани Ливерпуля в кринки с молоком И все ждал, когда из молока получится сметана Он каждый раз отпивал немного молока Но оно никак не становилось сметаной А когда они подъехали к городу То уже не из чего было Ливерпулю делать сметану Так как Ваня все молоко выпил Дома Ваня посадил Ливерпуля в большую банку После чего Ваня с папой пошли в зоомагазин покупать аквариум В зоомагазине Ваня был впервые И ему там все очень понравилось Аквариумы с рыбками Оранжевый мотыль Птички в клетках И люди, которые говорили про каких-то живородящих рыбок Про дафни и водоросли Но больше всего ему понравились попугаи Честно говоря, если бы у Вани не было Ливерпуля Он бы попросил папу купить зеленого попугайчика Ведь этого попугайчика можно научить разговаривать А потом с ним можно беседовать на разные темы Но Ваня подумал, что в конце концов и Ливерпуля можно научить говорить А если Ливерпуль не сможет говорить на человечьем языке То он, Ваня, научится говорить по-лягушачьи И в результате они с Ливерпулем поймут друг друга В зоомагазине папа купил шикарный аквариум И к нему еще песок, водоросли, растения, ракушки И даже мотыля на всякий случай А вдруг Ливерпуль сможет им питаться И все это они с папой принесли домой Мох Ваня привез с собой из деревни И у Ливерпуля получилась замечательная Однокомнатная квартира со всеми удобствами Ничуть не хуже, чем какое-нибудь лесное болото Одна только проблема волновала Ваню Мох в городской квартире было очень мало И Ване приходилось ловить их на улице Но Ливерпуль, оказывается, ел не только мух Но и другой корм Всякие дафни и мотыля он ел с удовольствием Так что проблема питания была решена Первого сентября